Проект «Я помню» Родился я 24 октября 1923 года, так что через пару недель мне исполнится 92 года. Пару слов, пожалуйста, до военной жизни вашей семьи. У нас была самая обычная крестьянская семья. Жили мы в селе Хыршува в Добрудже, самая восточная область Румынии, примечание редактора. Но когда мне было два года, отцу предложили работу ассистентом ветеринара в Добрич. Это село на самой границе уезда Тулча, и мы переехали туда. Вот там и прошло мое детство. Детство у меня было замечательное, о нем у меня остались самые прекрасные воспоминания. Нас было четверо в семье, две сестры и два брата, но меня, как самого младшего, отец особенно любил. Помню, однажды он принес мне черепаху. В основном мы кормили ее хлебом и зеленью, и она приучилась приходить поесть ровно в час дня. Мы любили наблюдать, как она ест, а потом она уползала в огород. Были у меня и голуби. Однажды отец принес совсем маленького птенца совы. Поскольку отец работал в ветеринарной службе, то он контролировал и работу бойни, и иногда приносил оттуда куски ног ягненка, и на этом корме сова выросла очень большой. Однажды в ноябре или декабре она улетела, но поскольку все время сидела в клетке, то летать толком не умела. Отец ее смог поймать и принес обратно. Но в эту же ночь пошел дождь. Отец забыл накрыть клетку, и мокрая сова замерзла. На утро она выглядела, как ледяная статуя. Родители понимали всю важность образования, поэтому старались сделать все, чтобы мы хорошо учились. Каждое утро в семь часов мы поднимались и отправлялись в школу. А старшие в лицее. В Добрич жили люди разных национальностей, и в тамошной школе я подружился с ребятами многих национальностей. Болгарами, турками, татарами. Помните, как началась война? Начало войны застало меня в Констанце, куда мы переехали незадолго до войны. У меня был приятель из моего класса, парень из села Цепешвода, с которым мы договорились поехать к нему домой. Потому что я уже был городским жителем и хотел побыть на природе хоть пару дней. Мы договорились, какой день встретимся, чтобы вместе поехать, но в то утро налетели советские самолеты, началась бомбардировка, и он погиб. Куском кирпича ему попало прямо по голове. Уже 23 июня ВВС Черноморского флота произвели первые три налета на Констанцу. В них принимали участие два полка ВВС Черноморского флота, второй минно-торпедный авиаполк, вооруженный ДБ-3Ф, и сороковой авиаполк, вооруженный бомбардировщиками СБ. Первый налет был произведен с 6 часов 35 минут до 7 часов 42 минут в составе 33 ДБ-3 и 27 СБ, которые бомбардировали зернохранилище, элеватор, нефтегавань и нефтегородок в Констанце, аэродром Мамая и батарею в Топая. Запомнилось, что в этих первых боях отличился летчик Хория Агаричи. О нем и в газетах много писали, и даже целую песню сложили. Помню, в ней были такие строки. Перевод. Отправился на охоту в Агаричи поохотиться на большевиков. Алей-лей, алей-лей, никто не устоит на его пути. В первый же день, налетов на Констанцу, пилот 53-й истребительной эскадрильи, лейтенант Хория Агаричи заявил, что сбил на своем Харикейне два СБ. Его старший брат, модный бухарестский композитор, быстренько подсуетился и выпустил пластинку «Сингл» с названием «Агаричи лупит большевичи». Песенка стала весьма популярной, а сам Хория Агаричи стал лицом военной пропаганды режима Антонеску. Имя спасителя Констанцы прогремело на всю Румынию, что вызвало ревность его непосредственных командиров, и в результате уже в августе 1941 года он был переведен в Брашев в качестве летчика-испытателя. Лишь под конец войны он снова стал участвовать в боях и сбил еще три самолета противника. После прихода к власти коммунистов в Румынии, в числе других пилотов, отличившихся на Восточном фронте, подвергся гонениям. В 1955 году был арестован и приговорен к 25 годам каторжных работ, но в 1964 году был освобожден и полностью реабилитирован. После освобождения жил и работал в Констанце, опубликовал несколько книг, в том числе и поэтический сборник. Скончался в 1982 году и был похоронен со всеми боинскими почестями. Примечание редактора. Я понимал, что скоро меня призовут в армию и постарался хорошо окончить седьмой класс, потому что, не сдав экзамен на степень бакалавра, я не мог поступить в офицерскую школу, только в субофицерскую, младшего командного состава, примечание редактора. Это, конечно, тоже неплохо, но все-таки быть офицером считалось намного престижнее, чем сержантом. В 1943 году я получил степень бакалавра и был призван 34-й артиллерийский полк в Констанце. Оттуда меня направили в офицерскую школу, где успешно сдал один экзамен, и меня приняли. Это была школа номер один, и еще одна такая располагалась в Бакеу. В этой школе я проучился целый год. Запомнилась американская бомбардировка Бухареста в апреле 44-го. На Северном вокзале были разрушены все пути, а на второй день разбомбили и нас в Плоештах. Мы как раз находились в зоне нефтепереврабатывающих заводов, которой досталось больше всего. Наши казармы оказались разрушены, но нас спасло то, что буквально за день до этого нас всех отправили в пригород рыть окопы. Бомбардировка была очень страшная, разрушений были огромные, и нас привлекли для спасательных работ в городе. Когда мы расчищали завалы, то повсюду находили фрагменты тел, руки, ноги. Но прежде всего мы искали выживших, ходили по дворам, кричали, есть кто живой. Помню, когда выходили с одного двора, один из нас заметил, что кто-то шевелится. Когда подошли, увидели торчащую из земли голову. Быстро раскопали, это казалось молодая девушка, блондинка. В принципе, она не пострадала, но от шока не могла говорить. Мы ее усадили и хотели уйти, но она знаками показала в сторону, где мы ее откопали. Опять стали копать и раскопали ее мужа. А приходилось ловить сбитых американских летчиков? Нет, ни разу. Но самолеты американские в небе видел не раз. Помню, однажды мы находились на занятиях в горах, и тогда мы впервые увидели в небе самолеты с двойными фюзеляжами. Здесь, вероятно, имеется в виду тяжелый истребитель Локхер П-38 Лихтинг. Примечание редактора. И когда они начали заходить на цели, один из наших ребят начал стрелять по ним из пулемета трассирующими пулями. Тогда один из этих самолетов стал стрелять в нашу сторону, и мы быстро разбежались по кустам. После этих бомбежек все наши училища перевели в Сленник-Прахово, село в 20 километрах к северу от Плоешт, примечание редактора. Там и застало нас 23 августа. В этот день король Румынии, Михаил I, издал указ о переходе Румынии на сторону антигитлерской коалиции, примечание редактора. Нас отправили в Бряза, городок 30 километров на северо-запад от Плоешт, примечание редактора, в распоряжении штаба корпуса 5-й армии. Но добираться туда пришлось окольными тропами, так как на дорогах творился полный хаос. Все дороги были забиты воинскими частями. Там немцы, тут румыны. И главное, никто не понимал, что происходит. Каша страшная, в которой получить пулю было проще простого. Командиром взвода у нас был лейтенант Петру Ильеску, прекрасный человек. Он очень сильно доверял мне, и я был у него своего рода телохранителем. Мне единственному выдали автомат, и я неотступно следовал за ним. Ну а потом мы немного повоевали в Аля Проховей. Местность Карпатах вдоль реки Прохова, чуть севернее Плоешт, ныне один из самых известных туристических районов румынских Карпат, примечание редактора. Может, об этом поподробнее рассказать? Вначале там нас привлекли к разоружению немецкой дивизии. Мы ее окружили и взяли в плен вместе с командиром. Мне запомнилось, что у этого генерала был отличный легковой автомобиль марки Порше. Ну а потом мы получили задание захватить немецкую зенитную батарею, которая находилась на возвышенности и контролировала шоссе, по которому отступали немецкие части. На шоссе хаос, все забито транспортом, кто где, ничего нельзя понять. На батарее четыре зенитные пушки и человек восемьдесят немцев, все хорошо вооруженные, у многих автоматы, так что взять их было непросто. Но нам помогли местные жители, они показали тропки, как обойти батарею с тыла. Пока ночью готовились, мне вдруг вспомнилось что-то из симфонической музыки, и я уснул на несколько минут. И мне приснилось, что к нам домой пришел почтальон и принес извещение, что я погиб. Ясно увидел плачущую мать. К рассвету мы уже были почти у самой батареи. Ползли как змеи по этой траве, и были все мокрые тросы. Помню, когда ждали сигнал к атаке, достал гранату, подготовил ее и положил рядом. Наш командир подобрался к блиндажу, где спали немцы, и предложил им сдаться. Начались переговоры. Переводчиком был приятель из нашего взвода, который хорошо говорил по-немецки. После войны он работал пианистом в симфоническом оркестре. Один из немцев, по-видимому, их политрук, сказал, что не хочет сдаваться. Но наш командир твердо заявил, что вариантов нет, и в случае отказа нам придется стрелять. Только тогда немцы сдались. И первое, что мы сделали, уничтожили оптику с зениток. Потом мы преследовали отступающих немцев. Задерживали в основном разрозненные группы по 20-40 до 80 человек, которые двигались к железной дороге. В основном раненые, больные. А что вы чувствовали, когда приходилось ловить бывших союзников? По-человечески мы понимали, что мы их предали, но у нас не было другого выхода. А если бы получили приказ стрелять? Так я и стрелял один раз. В одном из сел мы появились в самый разгар немецкого грабежа. Они отбирали у местного населения продукты питания, скотину. Мы попытались это остановить, началась стрельба. Они стреляли, мы стреляли. В итоге они отступили. Но там был момент, когда я выпустил целую обойму по грузовику. Видел, как щепки полетели от кузова и слышались крики. Как относились к пленным немцам? Никакой антипатии мы не испытывали. Среди нас было много образованных людей, а командир батальона и вовсе был доктором наук. Он был намного старше нас, очень порядочный и умный человек. Поэтому мы все, и наши командиры, и мы относились к ним по-человечески. Не обижали их, делились с ними своей едой. Поэтому, когда советские солдаты увозили их на машинах, немцы плакали. Потом нашу сводную группу опять раскидали по полкам. В составе 95-го артиллерийского полка мы должны были отправиться в Татры, где шли тяжелые бои. Нас обмундировали очень хорошо, выдали теплую одежду, обувь, но на фронт так и не отправили. Побыли там немного, а потом нас отправили домой. Вот, в принципе, и вся моя война. Больших подвигов, конечно, я не совершил, но все-таки повоевать пришлось. Мне повезло, что я был молод, прошел эту офицерскую школу, которая мне сильно помогла, и на войну попал поздно. А вот тем, кто воевал в первой линии, тем достался весь ужас. Страшные бои, голод, холод. Хочу задать такой вопрос. В начальный период войны, по 1943 год включительно, люди как думали? Верили, что будет победа? Я считаю, что из-за отсутствия информации народ не мог оценить правильно ситуацию, сложившуюся на фронте, и поэтому не понимал всей картины войны в Советском Союзе. Даже я, как военный, не особо понимал, что творится на фронте. Мы, например, в училище в основном узнавали новости из киножурналов, но мы их воспринимали не столько как источник новостей, а больше как кино. Так что и мы не очень ощущали ситуацию в полной мере. А вот почему было так мало информации, это вопрос. Видимо, чтобы не вызывать панику в народе. Помните ваши первые впечатления от советских солдат? Первый контакт с русскими, это когда мы в Брязи проходили по городу, там везде уже висели лозунги «Смерть фашистам, смерть оккупантам». Переди нас в авангарде прошла дивизия имени Тудора Владимиреску. Это было ночью, они на грузовиках быстро проехали вперед. Потом эта дивизия отличилась в боях на границе с Венгрией. Первая румынская добровольческая пехотная дивизия имени Тудора Владимиреску была сформирована в конце 1943 года из числа военно-пленных румын. Дивизия участвовала в боях с немцами и венграми в Трансильвании, Венгрии и Словакии. За мужество и храбрость личного состава, проявленная в освобождении Восточной Европы, была награждена Орденом Красного Знамени. За тяжелые бои за город Дебритсен, в которых дивизия потеряла около половины личного состава, была удостоена почетного названия Дебритсенская. А уже за ней пришли и советские части. Они заменили нас и тем самым облегчили нам задачу. Но некоторые русские солдаты продавали свою форму местным бродягам. Те в нее наряжались, грабили население, так сказать, пользовались моментом, и тем самым подрывали авторитет Красной Армии. Случалось, что и советские солдаты грабили, но в основном это делали наши румыны. Помню случай, когда мы задержали одного такого в русской форме. Он плакал и рвал на себе волосы, умолял отпустить, но мы его передали в комендатуру. Как их наказывали? Не знаю, с ними военный трибунал разбирался, но я вспоминаю, что было очень много расстрелов. Помню, мы находились на стрельбах в Плоештах, там на окраине стоял полигон, и как-то еще в марте 44-го однажды туда приехал конвой с арестованными. Мы как раз собирались идти на обед, а тут из города приезжает этот конвой. Перед строем вышли четыре солдата, два впереди, два позади, а между ними арестованный. Было холодно, а он практически раздет. Без ботинок, только в брюках и армейской нательной рубахе. За ними подъехала повозка со священником и двумя членами военного трибунала. Нас построили в Каре, и один из этих двоих, видимо, прокурор, зачитал приговор, что этот солдат русский шпион. Я и сейчас помню его имя и фамилию. Бобой Арипшан из восьмого полка Добробанц Бузеу. К моменту начала Второй мировой войны в румынской регулярной армии все полки по традиции с девятнадцатого века делились на несколько типов. Например, в кавалерии было два типа полков Рашиорь и Колораж. Рашиорами Рашиорами в девятнадцатом начале двадцатого веков называли румынскую регулярную легкую кавалерию, напоминающую гусар. Это была элита румынской армии. А Колораши напоминали русские казачьи части. Это были территориальные кавалерийские формирования, набиравшиеся среди крупных и средних землевладельцев, которые должны были сами себя обеспечивать лошадьми и частью снаряжения. А в пехоте было три вида полков. Пехотные, катерии. Егерские режимент Фанатон и режимент Дарабанц. По своей сути понятие Дарабанц вполне можно соотнести с понятием Гренадера. Но, как отмечают военные историки, после Первой мировой войны всякие различия между полками, будь то структурные, качественные или количественные, полностью исчезли. Остались лишь традиционные номинования. Примечание редактора. Оказывается, на фронте он попал в плен. Там был завербован советской разведкой, прошел специальную подготовку, после чего перешел через линию фронта и шпионил в пользу СССР. Якобы следил за немецкими частями, но так это было или не так? Пока читали приговор, этот молодой парень, он был примерно нашего возраста, очень переживал. Потом его отвели к насыпи, у которой стояли мишени и привязали ремнями к столбу. А расстреливать назначили группу солдата 7-го ленитного полка. Их построили и дали приказ — огонь! Но в первый раз все промахнулись. Никто не хотел брать на душу такой грех. Но офицер раскричался, размахивал пистолетом перед их лицами и угрожал, кто не будет стрелять, пристрелю на месте. И со второй попытки в него попали. Помню, одна пуля попала в правое плечо, а вторая посредине груди. Было видно, как брызнула кровь, и на этой белой рубахе стало расти красное пятно. Его отвязали, и он упал как-то неудобно. Одна рука и нога неестественно торчали вверх. Тут подошел командир этой группы, посмотрел и выстрелил в него два раза. Надо сказать, эта картина произвела на нас тяжелейшее впечатление. Некоторым курсантам даже стало плохо, а многие в этот вечер даже не ужинали. О лагерях для советских военнопленных что-то слышали? Знали? Нет, не слышал. Где содержались советские военнопленные, я ничего не знал. Скорее всего, это был военный секрет. Но я помню, как в 1942 году я поехал в село к своему однокласснику, и там у одного хозяина, у которого было много земли, работал один русский пленный. Его звали Василием, и, по-видимому, он был бессарабец. Но к нему хорошо относились. Кормили, одевали. Но ведь по указу Антонеску все без исключений должны были принимать участие в общественных работах. Я, например, тоже работал вместе с заключенными у небедных людей, у которых было 25-30 гектаров. Не знаю, правда, платили ли им деньги или платили руководству того лагеря. Я считаю, что мы, румыны, народ с доброй душой. У нас никому нет ненависти. И это несмотря на то, что столько раз нас топтали и предавали и турки, и австрийцы, и русские, уж извините, что я так говорю. В 1775 году отняли у нас Буковину с могилой Штефана. 7 мая 1775 года в Константинополе была подписана конвенция, по которой Буковина вошла в состав Австро-Венгрии, примечание редактора. Поэтому сейчас у нас остался нерешенный вопрос не только с Молдовой, но и из-за части Буковина есть вопросы и к Украине. А вас не привлекали к поимке советских парашютистов? Нас нет. Но в одном селе, где я прожил полтора месяца, как-то в кабаке под пиво начальник жандармского поста стал рассказывать, как они ловили парашютистов. Ничего особенного он не рассказал, а больше всего его поразило. Представляешь, у них был даже шоколад. Я не знаю, что с ними сделали. Не думаю, что расстреляли. Скорее бы, наших расстреляли за какую-то дурость. А как вас снабжали? В частях кормили как положено, мы никогда ничего не отнимали у крестьян. Наоборот, когда мы входили в какой-нибудь населенный пункт, люди сами приходили и угощали мамалыгой, брынзой, что имели. Наши крестьяне были очень отзывчивые и чем могли, помогали. Да и сейчас крестьяне добрые в любом доме накроют стол. Как сложилась ваша послевоенная жизнь? Когда все закончилось? Когда там победу объявили? Да, точно, 9 мая, а 15 мая умерла мама. А еще в июне 42-го трагически погибла моя сестра, а в ноябре того же года под Сталинградом сгинул старший брат. Его очень любили и в семье, и в селе. Он служил в 19-м артиллерийском полку, но был не солдатом в прямом смысле слова, а занимался лошадьми, так как немного разбирался в ветеринарии. И ветеринарный врач, у которого он служил, потом написал нам все, что знал, что он в селе жил у какой-то женщины, у которой муж погиб на фронте, и когда началось наступление русских, остался там. То ли замерз, то ли его застрелили, ничего неизвестно, там же такая неразбериха была. А нам пришло сообщение, что он пропал без вести. За неполные три года случилось три невосполнимые потери и нашей семьи фактически не стало. Отца по работе опять перевели в другое село, а вторая сестра вышла замуж за священника из Констанции. Он прослужил там более 50 лет и похоронен во дворе соборной церкви Святого Георгия. Так я остался практически один. А времена настали очень тяжелые. Во время голода 1946-47 годов новый режим стал создавать различные комиссии, которые ходили по домам крестьян и отбирали продукты. В итоге практически все сельское хозяйство оказалось в кризисе и с продовольствием в стране было очень сложное положение. Резко возросла преступность, спекуляция, но потом разобрались и с этим. В 1948 году я приехал в Бухарест и поступил в Высшую коммерческую академию. Окончил ее через три года и несколько месяцев проработал университетским ассистентом. Потом меня перевели на должность замдиректора в педагогический институт, но там я проработал недолго, чуть больше года. Из-за конфликта я не знаю, как правильно их назвать, ревизионистами или как. В общем, группа евреев захватила в институте все главные должности. Я же не стал выполнять все их указания и был для них как кость в горле. Поэтому я пошел в Центральное статистическое агентство, где узнал, что у них есть свободная должность. Подал прошение и через две недели мне сообщили, что моя кандидатура одобрена. Но пока в министерстве рассматривали мою кандидатуру, оказалось, что эта должность уже занята. В итоге я и в институте должность потерял и тут не устроился. Но у меня были друзья, которые работали по финансовой линии и один из них помог мне устроиться в министерство горной добычи главным инспектором. Там я проработал до 1958 года. В это же время я завел себе друзей в артистической среде. В здании напротив кинотеатра Патрия располагалось творческое объединение номер один и мне очень нравилось там бывать, потому что меня с детства тоже тянуло к творчеству. Вечно я что-то строгал, пилил, делал себе какие-то сабли. И общаясь с одним из скульпторов, я решил попробовать себя в этом деле. Создал 10 или 12 проектов, которые были замечены и меня приняли в число творческих стипендиатов Бухарестского муниципалитета. Это сейчас творческим людям не уделяют внимания, а тогда отношение было совсем другое. Спасибо огромное за интервью, но хотелось бы завершить нашу беседу на красивой ноте. Расскажите, пожалуйста, о своей первой любви. Она жила в селе в 30 километрах от Констанции. Не красавица, но симпатичная девушка со светлыми волосами и веснушками на лице. Она была из обеспеченной семьи, ее отец держал трактир, а сама она училась на педагога. Мы с ней встречались, но она относилась ко мне достаточно равнодушно. А потом я уехал в армию и больше ее никогда не видел. Интервью Станислав Смоляков Перевод на интервью Андрей Вилькован Перевод В. Барбарош Литературная обработка Николая Чобану Конец интервью Читал Олег Лобанов Продолжение следует... Продолжение следует...